Всем привет, друзья! С вами Эдскрайбер от Gremel, презентация Realme X50 Pro. Сегодня все подробности в минимальном обзоре на него. Итак, это микрообзор. Эдскрайбер, погнали! А все технические показатели похожи на Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Здесь тоже Snapdragon 865, видеоскоритель Adreno 650, тип оперативной памяти LPDDR5 поколения. Основная память UFC 3.0 с применением технологии TurboWrite, которая делает телефон еще быстрее. То есть она подгружает систему и по сути они заявили, что это UFC 3.1, то есть как будто следующее поколение. Но на самом деле это не так. В общем, вся эта комбинация, как завели на Prezi, выбивает в Antutu нереальные 605 тысяч баллов. То есть самый-самый быстрый телефон на сегодня. Но, конечно, это в верхней комплектации, которая представлена 12 гигабайтами оперативной памяти. Для того, чтобы вся эта машина очень хорошо работала, нужна хорошая система охлаждения. И здесь она как раз и есть. Это новая продвинутая система охлаждения. Много говорили об этом на Prezi, но смысл остается одним и тем же. То есть телефон должен при большей мощности очень хорошо охлаждаться. Тем более здесь зарядка на 65 Ватт, которую будет вжарить ваш телефон. Всего лишь за 35 минут вы сможете зарядить 4200 мАч. Представьте себе, насколько, в принципе, это возможно. Очень хотелось бы проверить, и во всех ли это будет в комплектациях. Но, скорее всего, во всех, потому что ничего об этом больше не заявили. То есть 65 Ватт с коробочки. Это очень и очень приятно. И у Realme есть свои алгоритмы передачи питания. Поэтому одна из самых быстрых зарядок именно у этой компании. Далее по камерам. Всего модулей 6. Основной модуль на 64 Мп. Это Samsung JW1. Значит, сверху идет телевик на 12 Мп с 20-кратным зумом приближения. Далее идет 8-мегапиксельный широкоугольник. И в нем же также встроена макролинза. По сути, один модуль у вас отвечает и за ультра-широкую фотографию, и за макросъемку. В принципе, так всегда было на обычных фотоаппаратах. Ну и внизу черно-белая портретная линза для эффекта боке, но и других эффектов для портрета. А в селфи вот здесь, кстати, повеселее, потому что основная камера на 32 Мп, Sony Mix 616. И в этом модуле есть стабилизация. Кстати, очень хорошо, потому что не каждая компания делает стабилизацию именно в селфи-камере. И также второй модуль здесь ультра-ширик на 8 Мп, 105 градусов ширина фотографии. То есть, если вы хотите сделать отличный селфачок с друзьями, чтобы все поместились, то в этом телефоне это возможно. Две расцветки у этого телефона, зеленый и красный. Но цвета очень такие подозрительные, интересные. Первый называется Moss Green, то есть вот такой болотно-болотно-зеленый. И второй Rust Green, то есть вот такой какой-то мутно-мутно-красный. Пишите в комментариях, как вам такие, друзья, цвета. Доступные конфигурации 6128, 8128 и 12256. Это максималочка. То есть, самый, наверное, оптимальный вариант на сегодня это 6128. Индийские цены нам представили. Первая версия 38 тысячи рупий. Это примерно 34 тысячи 500 рублей. А следующая 40 тысячи рупий. Это примерно 36 тысяч 500 рублей. И последняя 45 тысячи рупий. Это примерно 41 тысяча рублей соответственно. Продажи в Индии стартуют сегодня уже. Но и скоро на мировой рынок их тоже обещают завести. По операционке здесь платформа Android 10 на момент релиза. Вместе с Realme UI, то есть их новой оболочкой. А также по дисплею я забыл, конечно же, сказать. Дисплей здесь 644 дюйма. Это AMOLED матрица. 90 Гц обновления есть. И также сенсор на 180 Гц тоже присутствует. Отличный хороший дисплей. В отличие от Xiaomi не загнут по краям. Также на презентации заявили, что здесь стереодинамики. Но очень много об этом не говорили. Поэтому как-то подозрительно. Обычно китайцы этим гордятся. И очень много уделяют внимания на презентации этому. Здесь просто сказали, что здесь стереодинамики и все. А что это означает? Ну, не знаю, друзья. Не могу точно вам сказать. Конечно, здесь USB Type-C, NFC. И все прелести флагмана есть в этом телефоне. По мне, так самый главный плюс этого телефона, конечно, его ценник. Ценник лучше, чем у компании Xiaomi. Когда это было, друзья? Да, настают времена, когда другая компания может представить нам более хороший, правильный и адекватный ценник за те показатели, которые есть в этом телефоне. Это был макрообзор. С вами был я, Искрайбер. Всем пока-пока.